Всем подписчикам большой привет и тем кто интересуется теплотехникой. Я сегодня расскажу вам о термосифоне. Это одна из разновидностей тепловой трубки. Ее интересном свойстве термосифона это пропускание тепла от одного конца до другого только в одну сторону. Это свойство диода, то есть пропуск тепла в одну сторону. Это тепловая трубка термосифон. Она сделана из меди и медь обладает большой теплопроводностью. Но тепловая трубка может проводить тепла в тысячу раз больше чем медь. Она заполнена у меня небольшим количеством легко кипящей жидкости. Это ацетон и я вам сейчас покажу какая разница в проведении тепла от одного конца до другого. При эксперименте мы зажигаем горелку и начинаем нагревать один из концов термосифона. У нас закреплен на одном конце датчик температуры. Он будет показывать нам температуру дальнего конца. В том случае, вот сейчас температура исходная 31 градус. Видите, да? Если я нагреваю конец, который находится выше у нас датчик внизу, то температура у нас не меняется почти. Вот я ее грею. Видите, температура у нас остается неизменной. 31 градус. 31 градус. Ну немножечко. 31 градус. Как только я переворачиваю этот термосифон вниз концом, смотрите за температурой. Вот я уже не могу ее трубку держать. Видите, температура. Температура резко пошла вверх. 47-48. Уже невозможно держать эту трубку. 50 и больше. Видите, да? А если у нас конец находится нагреваемой выше, то наш теплоноситель не перетекает в нижний конец трубки и не вступает в теплопередачу. То есть тепловая трубка термосифон проводит только в одну сторону. Это свойство можно использовать в различных устройствах теплотехнических. Всякие рекуператоры. И дальше я покажу, где я буду его использовать. Это свойство тепловой трубки как термодиода. То есть она проводит тепло только в одну сторону. В ту сторону, когда конец трубки находится выше приемника тепла. Это термодиод. или важное свойство тепловой трубки. Спасибо всем за внимание. И я надеюсь, это будет для вас интересно. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!